Что мне хочется сказать? В первую очередь тем подписчикам, тем зрителям, кто смотрит мой канал «Давно с РФ», вы меня знаете тоже не первый день, у меня там процентов 20, по-моему, подписчиков с России. И, друзья, я вам так скажу, я за свою жизнь не видел ни одного ни нациста, ни фашиста, по крайней мере, до тех пор, пока они приехали, русские танки не начали стрелять, блядь, по роддомам, по больницам, по школам. Вот они очень похожи на нацистов, реально. А если вы верите в ту хрень, которую вам показывают по телеку, то просто посмотрите, как смонтированы ваши выпуски новостей. Там нет доказательной базы в видеоряде, там просто наложены фотографии галимого качества, наложены какой-то непонятный видеоряд, непонятно откуда, там нет ни интервью толковых, человеческих, каких-то пострадавших, жертв, людей, военных, еще там просто тупо постанова, галимая постанова, в которую вы верите. То есть вы настолько глупые, что не можете отличить, где правда, а где просто вам пропаганда, которая вам льет в уши, и пишите гневные комменты, что подохните, сами виноваты, фашисты, нацисты, вы с дубу рухнули или что? Типа ваш драгоценный президент хочет развязать третью мировую, когда будет третья мировая, никому не удастся нигде спрятаться, вы тоже будете, блядь, сидеть по подвалам и жрать сухари. Поэтому включите хотя бы чуть-чуть мозг, какое-то критическое мышление, посмотрите с двух сторон хотя бы на происходящее, чтобы потом делать какие-то выводы, пока, благо, еще ютуб и инстаграм работают и все эти платформы вам нахер не отрезали. Включите чуть-чуть голову, прежде чем писать комментарии, прежде чем высказываться за это все говно. Но ваша душа, понимаете, она одна, и вы ее, блядь, ну, это пиздец просто. Я вот просто читаю, смотрю, это просто пиздец. Вы просто в аду горить реально будете с такими приколами, а там вообще нехорошо. Ну, как говорят. Слава Украине. Слава Украине.